Как-то раз в лесу нашли толстенького мурлыку. Он сидел с несчастным видом на сухих листьях, но не уходил со своего места. Люди подкармливали его, и кот с удовольствием ел угощение. Но когда его пытались забрать из леса, животное вырывалось, царапалось и вновь бежало на то самое место. И тогда неравнодушные люди решили узнать, почему кот не хочет уходить, да еще и толстеет. В указанное место выехала съемочная группа одного из местных телеканалов. Визитерам было интересно познакомиться с обитателем леса, который по всем правилам должен был находиться в домашних условиях, но никак не посреди сухих осенних листьев. Найдя котишку, они удивились тому, насколько ласковым оказался белоснежный с серыми вкраплениями питомец. Он с удовольствием подставлял мордочку для ласк, блаженно закрывал глаза, когда его гладили, и даже шел на зов, доверчиво приближаясь к человеку. Но в руки малыш не хотел идти ни в какую. Он царапался, рвался прочь и возвращался на то место, откуда его забирали. Временно оставив попытки взять питомца, визитеры решили его как следует рассмотреть. Приглядевшись внимательнее, они заметили у него огромный живот. Неужели это кошка, и она была беременна? Здесь точно требовался ветеринар, который поможет поймать бродягу и прояснить ситуацию. Вскоре к месту событий подъехал врач. Он предположил, что животному около двух лет, а также попытался разобраться, почему питомец сидит возле груды листьев и не уходит с этого неприглядного места. По мнению ветеринара, то, что кот не хочет покидать лесную территорию, верный знак предательства со стороны хозяина. Скорее всего, владелец питомца просто оставил его в лесу, привезя в переноски, а бедный кот не понял, что его бросили. Он все еще надеется, что хозяин в любую минуту вернется, а значит, уходить со своего места нельзя. Люди, которые проживают недалеко от лесной зоны, подтвердили слова врача. Кот действительно уже три месяца сидит на одной и той же полянке и ждет, ждет, ждет. А тем временем, ветеринар подхватил животное и вмиг понял, что это все-таки кот, а не кошка. Но почему у него был такой большой живот? Неужели бедняга был чем-то болен? Люди единодушно решили, что нужно забрать питомца из лесной чащи. Было ясно, что хозяин давно им не интересуется, поэтому находиться в лесу не было никакого смысла. Кроме того, наступали холода, и кота могли ждать суровые зимние испытания. После короткого обсуждения, визитеры решили, что пора действовать. Для строптивого котейки подготовили клетку, и несмотря на то, что он упирался, его быстро туда посадили и отправили с ним в клинику. Там нашему герою сделали УЗИ и поняли, что его толстый животик – следствие банального переедания. Дело в том, что сердобольные люди все время подкармливали Котофея, а тот старался съесть все побыстрее, чтобы запастись пищей впрок. Жадное поедание гостинцев, которые ему приносили люди, привело к ожирению, ведь даже, когда котик был сыт, он все равно продолжал набивать себе живот. Что же, теперь он в безопасности, и кормить его будут дозировано. Кроме того, нашему герою обязательно найдут новых хозяев, ведь не его пребывание в холодном лесу остались в прошлом. Ну а мы очень рады, что питомец сможет вновь стать счастливым.